Друзья, всем привет! Сегодня ко мне привезли вот такую вот замену mobile, так сказать. Сегодня мы быстро, очень быстро глянем, как это дело работает, как это дело выглядит, потому что большой обзор на это дело я сделать уже, конечно, не успею, но вот хотя бы так посмотрим, что тут есть. iFlight-овский Sine B75HD, большой красивый вуп на карбоновой раме. Здесь стоит Turtle V2, естественно, снимает Full HD, 60 FPS, без каких-либо проблем. Снизу вставляется вот эта вот плата, здесь вот флешка у нас. И это единственная плата, которая здесь вот такого размера. Все остальные платы здесь более мелкие. Здесь стоит оригинальный стак от iFlight, это SAC Sex, который называется, 16x16, видеопередатчик на 200 мВт, контролируется через Smart Audio. Последний у нас полетный контроллер на F4, 411, с MPU 6000, в принципе, хороший большой контроллер. Нормальный, есть два UART, плюс есть OSD-чип. Приезжает с различными приемниками, это версия для Farsky сразу, поэтому здесь стоит сразу XM+, красивый, тоже нормальный приемник, с двумя антеннами. Антенна выведена, как видно, вот на такие нормальные трубки, сразу при распечатанном 3D-прин, который позволяет эти трубки хорошо держать, они никуда у вас не уезжают, в пропы не залезают, не болтаются. Видеопередатчик, антенна тоже на Apex разъеме, то есть, по идее, можно заменить, и вот она выведена вот сюда, тоже на разъеме, и антенна, в принципе, нормально держится. Не провод обычный, а дипольк приличный. И снизу у нас, значит, 4 в 1 регулятора, 16x16, тоже очень маленький, но, тем не менее, 12 А, 4S поддерживает, друзья, iFlight заявляет, что 4S влубчик поддерживает. Единственное, заявляет, что для полета на 4S вам стоит заменить моторы, потому что 10 тысяч кВ здесь мотора на 11.03 размер, все-таки многовато кВ, и, соответственно, если вы будете жарить на 4S, моторы, скорее всего, такого издевательства над ними не выдержат. Рама сама, как видно, сделана из карбона, центральная часть, но под моторой карбон не выведен, сюда выведена дакт, но, возможно, даже это и к лучшему, то есть, они гасят немножко вибрацию через пластик, а на карбон уже, сама только камера крепится, но, опять же, тоже через вибро-разоставочки, напечатанные с мягкого пластикой, это, видимо, ТПУ. Весь квад создает впечатление очень хорошего монолитного такого аппарата, правда, цена у него не детская. Сейчас на Banggood он стоит 185 долларов, а раньше он вроде как дешевле был, но сейчас 185, то есть, это уже немало. Вес у такого аппарата 69 грамм, ну, то есть, 70 грамм он весит, это без батарейки, но со всем остальным. А батарейка крепится здесь сверху, то есть, в лучших традициях фристайловых аппаратов. Снизу, конечно, тоже, наверное, как-то можно приколхозить, но это дело не рассчитано. Все-таки вот здесь сверху на любую длину баты можно поставить и коротенькие баты, и чуть подлиннее, то есть, в любом случае найдется здесь место для любой баты. На разъем XT30 датчика тока, к сожалению, здесь нет, а в остальном, в принципе, вот такой вот вулпчик. Красиво собран, карбоновая рама, карбоновый iFlight тоже приличный. Здесь в уплате все-таки закатится. Здесь у вас не какой-то непонятный CrazyB, хотя CrazyB тоже неплохие платы. Посмотрите, по сравнению с Mobula, конечно же, он выглядит более презентабельным, это более большой вулп, чуть-чуть кажется, по крайней мере. Хотя по диагонали моторов у него точно так же 75 мм. Как видно, у него пропы расставлены чуть шире. Кто-то говорит, что на Mobula попадают пропы в ката. Но у меня не попадает, потому что у меня камера стоит максимально вверх. Возможно, если его плоско поставить, будут видны вот эти защитки. Здесь защиток, естественно, не видно. Защитки выведены чуть-чуть назад, камера чуть-чуть ближе к переду. И поэтому у вас получается полностью открыт обзор для всего, и не попадает ничего в кадр. А теперь можно пойти и на этом всем деле полетать. Посмотрим, как это дело снимает видос. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я сейчас их поплотнее туда запихал. Вроде нормально. Кроме того, еще надо было сделать небольшой апгрейд, положить вот сюда мякушку под аккумулятор, чтобы оно ничего не соскальзывало. Тестировать сейчас будем на 2С пока что, 500 мАч. Давайте я пока пиды покажу, как есть сейчас. Пиды давайте покажу. Пид. Вот такие пиды у меня получились плюс-минус на 2С. Аккумуляторах можно будет еще, на самом деле, чуть-чуть поднять, чуть-чуть пожестче сделать. Чувство, что ему не хватает. Вот здесь чуть-чуть, буквально еще пару единиц добавим. Что-то переборщил, в районе 50, я думаю, будет нормально. Появу пришлось и достаточно сильно поднять, чтобы сильно не заворачивало его во время прямых, из-за того, что, скорее всего, как раз именно вибрация гуляет по раме. На самом деле, прыти у коптера достаточно. Бодро топит вперед. И вот поворот по яву. Вообще, таков, не знаю, мне кажется, вибрации, но я не уверен. По прямой лететь, в принципе, хорошо и плавно. Чуть-чуть вибрирует, пиды, на самом деле, нормальные. Немножко виловат, я виловат, ой, виловат. Так, давайте сразу чуть поднастроим. Скорее всего, связано с тем, что моторчики все-таки маленькие, а рама большая и тяжелая. Так, пич, я в, давайте на 80 выкрутим. Но это уже много достаточно. Просто я чувствую, что дергаешь, как бы, ручку, а он не так реагирует, как надо. Вроде нормально. Давайте еще разок. Чуть лучше. Чуть-чуть. Блин, ну нормально, нормально летит. Сейчас я хочу еще очень сильно 3С попробовать. 3С, я думаю, будет тоже весело. Короче, Эдя, мы тут поиграли с ним, да? Знаешь, для чего он ништяк, что с ним можно делать? Летать! Ну ты его зашвырнул далеко. Повыше, чтобы иду было. Я даже не ожидал. Жужик! А вот наполнит этот пол, смотри, где просчитать вот пенни будет. Все, 8 вольт, 8 вольт, ах, все, собака. Полторы минуты, и все, бата села моя. На той бате очень мало полетали, чуть меньше 2 минут, 2 минута 40. Это, конечно, никуда не годится. Поэтому сейчас будем летать вот на такой бате. Это мини-стар 70С 450, здоровый аккумулятор. Но, видимо, для такого дрончика меньше и не получится, потому что все-таки большой, тяжелый, жрет немало. Бодро! Ой, бодро, ой, бодро! Ха-ха, 12 вольт, она не падает. Вот это влюбает, да, батя? О-о-о! Ракета, евара! Как же дрока птичей. Ну, как раз для него батя, да? Ну да, он как бы на него джать как надо. Вот я и хотел на Мопулу, но Бопулу они слишком толстые, а вот, видишь, как он сказал, что у него самый тон. Девушки отдыхают. Жарит хорошо, давайте вот на эту сторону сделаем Проблема в том, что его заворачивать на какую-то сторону при резком газу Обычно это связано с не очень качественными моторами Либо с не очень качественным регулятором, который не очень добросовестно и полноценно отрабатывает В нормальном режиме летает вполне себе нормально При агрессивных маневрах начинает дергать в какую-то сторону И тут уже не пиды виноваты Вправо он поворачивает хорошо, влево он иногда начинает просаживаться То есть это именно если он сюда и он налево поворачивает Да, значит какой-то из этих двух моторов Либо регуляторов на этих сторонах чуть-чуть подмарашивает В остальном бодрая машинка реально топит хорошо Но, конечно же, нужно учитывать, что аккумы здесь не детские Таких аккумов нужно тоже напастись Такие аккумы на обычном Мобулу не встанут Они покупаются исключительно для этого, например, аппарата И они не такие уж универсальные За счет правильной электроники, за счет более серьезной электроники Такой коптер перебаривает нормально Гораздо более серьезные баты Гораздо больше ток переваривается Очень похож на Мобулу аппарат по летным характеристикам Но очень дорогой Стоит практически 200 баксов И при этом всем не предлагает ничего кардинально нового Да, у нас рама карбоновая Но ведь она нас не избавляет от вибраций У нас вибраций дофигищем Скорее всего не очень качественные пошибники в моторах Или я не знаю даже откуда идут столько вибраций Жили на видео есть практически постоянно Ну и последнее, что хочется упомянуть Стеклянная линза на Казисе тоже, конечно, прикольно выглядит Лучше качество картинки Но постоянно раскручивается Выбирая между ним и Мобулой Который стоит примерно на 50-60 долларов дешевле Я, наверное, выбрал его Мобулу Потому что здесь я не вижу, за что я бы переплатил Если вам понравилось это видео, ставьте лайк Подписывайтесь на канал Смотрите другие видео Заглядьте в описание Ну а сейчас мы будем смотреть, как дрон летает в Акро Где там твоя букашка? Давай, газ в пол! Нифига себе жарит